Всем привет! В эфире канал FBK, с вами я, Андрей Бурцев, и со мной мой друг-коллега. Привет! Всем привет! Илья Киселёв, кто не знает, и мы тут рассказываем об эмиграции, хоть и приходится это делать в машине. Да, сегодня у нас долгожданный такой выпуск, который от нас все ждали. Когда же, когда же будут одиночки на канале THBK? А то все семейные, да семейные, как же сейчас проходят одиночки, какие такие невзгоды там у них на пути встречаются, что в этом плане было. Мы позвали как раз нам ребят. Ребята, привет! Сейчас я подключаю. Опа! Привет! 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 Вот они, лютые, дерзкие одиночки, которые дошли до нашего канала. Вот они, люди, которые умудрились выйти тогда, когда никто не выходит. Рассказывайте, как у вас это было, что вы вообще делали, что с вами происходило, вообще все самое интересное для наших подписчиков. Ну, я думаю, что с самого начала надо начинать наш путь. Конечно! Мы решили сначала поехать в Минск, там живет наш друг, там побыли у него недельку, после Минска поехали в Стамбул. В Стамбуле тоже побыли недельку, потом полетели в Канкун. В Канкуне были первые такие неприятные моменты, потому что, ну, мы подошли к паспортному контролю, вроде до этого все быстро проходили, кто перед нами шел, потом очередь дошла до нас. И мы знали, что надо все распечатывать и так далее, но мы немножко разгильдяем, мы не распечатали электронное разрешение. И он взял наши паспорта. Нет, у нас было распечатано одно, но потом мы просто в конце мы вспомнили, что мы купили билеты мне на другой паспорт, вот, и поэтому моя бумажка не была распечатана. И он забрал наши паспорта и просто ушел. Мы такие стоим, думаем, что происходит. Ну, как-то немножко внутри так щекотало, но в целом, как бы, стояние... Мы в Канкуне все-таки уже... В Канкуне. Мы не подавали виду, что мы нервничаем, разговаривали, там, смеялись, там, и так далее. Потом подошел, вернул нам паспорта, поставил 180 дней визу, и мы довольны пошли на выход из аэропорта, думая, что уже все, все отлично. Но тут к нам подходит, я так понял, это был таможенный офицер, вот, начинает спрашивать у нас, что мы покупали в Дьюти-фри в Турции, что мы еще везем. В общем, начал шмолнать наши чемоданы. В чемоданах у нас все нормально было. Зимних вещей не было, утюгов тоже. Пароварок. Да, пароварок тоже решили не брать. Вот. И потом он говорит, а сколько вы денег с собой везете? Вот. Мы говорим, ну, не более чем, там, 10 тысяч на человека. Хотя я вообще не знал, если честно, что на ввоз в Мексику надо что-то декларировать. Я всегда думал, что только на вывоз. Да, мы просто зашли в аэропорт в Стамбуле. Мы специально приехали заранее. Вот единственная, какая еще неприязнь с нами в Стамбуле произошла, что, опять же, просто по своему разгендиальству, в принципе, это все можно было предвидеть и проконтролировать. Мы не зарегистрировались на рейс заранее, вот. И пришли такие, она нам просто поставила там три буквы в тикетах, а мы посмотрели в интернете, оказывается, что мы просто без места. Вот. Ну, мы начали что-то везде ходить там по туркишам, везде звонить. Они такие говорят, ну, это просто наша продажа, овербукинг. А потом мы решили попробовать на сайте зарегистрироваться, и нам дали места. То есть, как бы, ну, опять же, немножко по своему такому легкомыслию немножко это тупанули. Ну, в принципе, тоже все нормально обошло. Привет. А вы когда взлетали в Канкун, у вас билеты, то есть, туда-обратно, и у вас брони отеля были выкуплены, или вы только лишь сказали, что вот нас мы не можем оплатить, и все? У нас было две брони в Канкун, да? У нас было две брони в Канкун, одна была на две недели, ну, потому что у нас обратные билеты были через две недели куплены. Вот. А одна бронь на неделю. То есть, мы хотели неделю еще побыть в Канкуне, и как раз-таки уехать уже дальше в Тихуану. А брони у нас оплачены не были, мы просто забронировали на букинги без оплаты, и все. У нас даже не спрашивали. У нас про отели, про брони не спрашивали нигде. У нас сегодня в группе прямо целая история, когда в Турции одиночек развернули. То есть, именно одиночек, то есть, семейные прошли с детьми, а одиночек у всех, у кого были чисто брони, сказали, ребят, у вас брони, мы вас разворачиваем. И поэтому я спрашиваю, как было у вас, потому что сегодня был такой момент, который сейчас многих так склыхнул, и сейчас все, кто будет смотреть, сегодняшний наш эфир, да, пожалуйста, ребята, вот из последних новостей, потом не удивляйтесь, что у вас там как... Сейчас многие удивляются, потом мы летели через Европу без шенгенских виз, и нас развернули как так. То есть, мы потом месяцев восемь потом не знаю, как уже рассказываем о том, что это шенгенские визы, уже правила транзитов здесь не действуют, здесь действует практика. Также вот сейчас то, что есть момент с въездом для одиночек, то, что если, окей, повезло, повезло, но если есть возможность перестраховаться, лучше найти варианты, как забронировать и купить отель на Букинге, потому что многие говорят, ну мы... Нельзя купить отель на Букинге. Я говорю, нельзя и невозможно, это разные моменты. Я говорю, ладно, продолжаем. На чем мы остановились? Мы остановились на Канкуне, да, что мы уже выходим из аэропорта, и нас тормозит таможенник, вот начал шмонать наши чемоданы, потом спросил, сколько денег мы везем. Вот, я сказал, не более там 10 тысяч на человека, вот, он говорит, а у вас деньги в сумке и в двух сумках. Я такой, ну мы муж и жена, у нас все деньги у меня, вот. Естественно, там было больше 10 тысяч, и он такой говорит, а вы знаете, что нужно разделять это по разным сумкам. В общем, начал нас разводить. Я говорю, слушайте, мы приехали на медовый месяц, мы так давно этого ждали, и вот мы не успели приехать, вы сразу же нас начинаете разводить на деньги. Типа, что за фигня? Вот, в итоге, ну, история, я думаю, не совсем интересна, но в итоге он сказал, мы договорились с ним на 300 долларов, он отвел меня в туалет, сделал вид, что справляет нужду в писсуаре, я в этот момент, а я ему еще говорю, ну вот, только уехал из России, как будто бы обратно вернулся. Сразу теперь пытаются развести на деньги. Он ничего не сказал. В итоге я ему отдал 300 долларов, говорю, мы можем идти? Он говорит, да. Ну и все. Ну, кстати, забегая вперед, скажу, это был единственный первый и последний раз, когда мы дали деньги Мексам. То есть больше никаких таких проблем не было, мы считаем, что нам тоже с этим повезло. Это опять же просто все так думают, ну, как бы о каких-то глобальных вещах, а как там вот так вот подготовиться, но потом в последующем забываешь о каких-то мелочах, что это элементарное правило там ввоза денег в другую страну. Как бы это не связано с тем, там, что мы русские, что нам 10 тысяч, там, типа только 10 тысяч можно выезжать. Просто иногда все думают о чем-то глобальном, вот каких-то о мелких вещах не всегда думают, как мы, вот тоже, чтобы предостеречь люди, чтобы думали обо всем. На самом деле, это не только в Мексике было, это было и в Шереметьево, когда люди вылетали, и в Знуков были случаи, когда так вот тоже складывали в одну корзину все деньги, там, допустим, к мужу, и говорили, что окей, вы вдвоем, втроем, неважно, у вас деньги в одной корзине, давайте сюда. И, ну, то есть там в нагу отжимали, то есть не какие-то там штрафные санкции, а просто... Поэтому это не только у Мексов такое. А где вы в Канкуне остановились? Эмпорио Канкун отель назывался. Так, а сколько вы там пробыли? Восемь дней. Восемь дней. Ну, я так понимаю, вы снимали на YouTube-канал на свой, правильно? Как вы там сидели, нет? Мы снимали, но у нас первое видео только вот вышло именно по переходу. То есть то, что рассказывают. А уже следующие видео пойдут и про Канкун там, да? Да-да-да. Вот, я к чему это, собственно, сказал, что ссылка на описание на ребят будет под этим видео и в комментариях. Поэтому обязательно заходите к ним на канал и смотрите, что они там будут рассказывать. Это, ребята, интересно. Я думаю, будет многим интересно посмотреть, что у них происходит. Так. Спасибо. Ну, вот как обещал. Так, хорошо. Идем дальше. Канкунь, значит, потусовались. Вы, так, дадите, что было дальше? Да, мы очень хорошо потусовались. Уже будучи в Канкуне, купили мы билеты до Тихуаны. Оплатил нам их мой брат, который находится... Нет, я сама оплачивала. А, да, извини. Я сама оплачивала. Да, с Синьковской карты точно оплатили мы билеты в авиасейлс. Все, мы нашли там, познакомились с одним парнем, который нам сдавал в аренду скутер. Он же потом, кстати говоря, нас свозил в офис UPS и договорился, чтобы нам дали скидку на отправку чемоданов. И, собственно, потом нас и в аэропорт отвез. В общем, мы так с ним сдружились. У него просто жена русская тоже оказала. А сам он кубинец. А сам он кубинец, да. Он долгое время прожил в России. Он нам, в принципе, помог, потому что с английским как бы сложновато у них там все-таки в Канкуне. И он как бы на испанском нам достаточно хорошо помог. И вот мы отправили вещи и все, поехали в аэропорт. Все говорят такие... Ну, естественно, что там можно приезжать типа до внутренней рейс. Можно вообще за полчаса приехать. Мы как самые настоящие приехали, не знаю, часа за три, наверное. В аэропорту, на самом деле, правда, очень холодно. Мы видели ребят, которые, не знаю, как-то, может быть, не рассчитывали на то, что будет так холодно. Они были с детьми и все в шорте, как такие. Мы прямо закутались. Поэтому там кто собирается, кто такой особенно мерзявый, как я, нужно прямо одеваться хорошо. Мы приехали, что там... В аэропорту ничего не работает. Это не так, как в России, что ты приехал, там можешь пойти позавтракать, покушать, пообедать. Там ничего не работает. Не знаю, до шести, поскольку в шесть или в восемь потом по итогу у нас был вылет. Это у нас задержали тоже вылет в Тихуану. Извините. Задержали вылет в Тихуану. Но ничего, мы сели, почувствовали себя в русской победе. Потому что они, по-моему, вообще ни слова не обронили за весь полет. Мы летели Валарисом. И прилетели спокойно. Конкретно в Канкуне нам никто не задавал вопросов. Мы просто пришли, где-то просканировали свои билетики, прошли какой-то паспортный контроль и всё. Уже приземлились в Тихуану. Мы знали, что это наш, так сказать, конечный пункт в плане всех переездов. Немножко внутри тоже так щекотало всё. Я это так называю. И когда мы выходили, уже как раз-таки, где вот все говорят стекляшки, или как вот это, никаких стекляшек. Я там не видела. Там просто реально стекло в стене. И у нас взяли наши паспорта. Мы простояли 15 минут. И всё. У нас попросили показать обратные билеты. Кажется, у нас просто спросили, где мы остановимся. То есть мы не показывали конкретно брони. Вот. И всё. Он дал наши паспорта, и мы ушли. То есть, ну, по-честному, ничего такого прям страшного, ничего такого не было. Спокойно прошли. Спокойно, да. Мы как-то и сами, мы не рассчитывали на то, что мы такие проскочим. Мы предполагали, что нас остановят. Поэтому, опять же, какую-то внутреннюю панику, она не выходила, точнее, и наружу. И мы поэтому были очень спокойны. Возможно, потому что мы реально были просто с чемоданами. У меня был... Ой, без чемоданов, точнее. У меня был фотоаппарат. Мы на всякий случай написали там, в какие места мы хотим поехать в Тихуане. Вот. И как-то, не знаю, может... В какие места хотели поехать, расскажите. Чтобы вот... Многие спрашивают о том, что делать в Тихуане. Вот куда, говорит, ехать? Ну, кроме китов. Китов мы вообще, кстати, я не брала, потому что я слышала, что это сезонное. И я понимала, что можно на этом проколоться. Вот. Мы написали, что хотим посмотреть пустыню. Хотим там полетать на зиплайне, он где-то в стороне Мехикалия. Вот. Мы посмотрели Орел и Решку. Предварительно, да. Выписали там места, ресторан, Цезарь. Ну, вот это всё, что основное было в центре. И у меня прямо, кстати, такой приличный список был. Но основное, что мы не сидим в Тихуане, что мы хотим поехать где-то вот посмотреть, там, остаться на одну ночь в отеле. Его, кстати, тоже можно было забронировать без оплаты. Там какой-то очень крутой отель в сторону как Мехикалии ехать. В принципе, это всё. Но у нас это не спрашивали, но я написала на всякий случай. Вот. И у нас как раз-таки там видео на телефоне было, что мы как раз-таки там такие путешественники. Думаю, что если бы нас попросили, по нам точно можно было понять, что мы не только обгоревшие вчера. Как обычно, женщины самые подготовленные. У женщины есть список всего. Где она останавливается, где она будет отдыхать, какие там зиплайны. Наверняка, в этом плане вообще там перетел просто. Так, где там жена моя? У неё все мои списки, она говорит на английском языке, а я тут с ней просто прохожу рядышком. Не, у нас просто наоборот. Как раз-таки Дима говорит на английском, а я так чуть потупливаю. Но у меня всё в этом плане действительно подготовлено. Я, в принципе, всегда такой путешественник подготовленный в этом плане, расписанный. Где жили в Тихуане? Мы жили в отеле Loft Estacion Federal. Мы не стали, если честно, доверяться там всяким то, что писали. Потому что, как оказалось, мы встречались с ребятами потом в последующем в Be My Hotel. И ребята рассказывали, что там просто в одну ночь пришли мексиканцы и долбили в номера. Никого не хочу напугать. Вот, долбили в номера. И поэтому мы как-то решили, что останемся в этом отеле. Вот, и у нас прямо из окна было видно Сан-Исидор. Ну, как из окна там. Из туалета. Из туалета. Там была сетка, да, такая. Можно было просто отследить, там пробка. Есть пробка или нет пробки? Можно было сидеть и судать. Ну, да. Абсолютно. Дима такой. Медитировать. Есть там пробка или нет? Да, да, да. Вот. Классный отель. Там внизу кафешка с завтраками. Такой барчик. То есть, в принципе, можно было вечером пойти, ну, немножко расслабить нервы. Там даже устроили какое-то мероприятие по рисованию картины. Там сидели, рисовали картины Ван Гога. То есть, ну, вот, прям по сравнению со всей Тихуаной, это вообще не похоже. Нашим местечком такое было прям очень уютное и реально безопасное. На самом деле, очень недорогой отель. Очень прикольный. Единственное, что нам было очень жарко. Там только вот этот потолочный вентилятор был. Было очень душно. А в целом отель очень хороший и недорогой. Мы за неделю там заплатили 20 с чем-то тысяч в рублях. Потом у нас была цель поехать на мотоцикле сначала. На мотоцикле я даже брал уроки в Москве еще по вождению мотоцикла. Но в Тихуане вот как раз в те дни были дожди, и никто не хотел нам показывать эти мотоциклы. То, что мы на маркетплейсе находили. Потому что шел дождь. А самим ехать куда-то в Тихуане с деньгами, не с деньгами не хотелось. Потому что абсолютно небезопасно и воняет и так далее. И в целом тренировался. Я помню, у нас был один подписчик, который говорит, мне звонит, слушай, а можно ехать на мотоцикле? Я у вас там проезжает. Ну, были случаи, проезжает. А он мне говорит, я ни разу не сидел на мотоцикле. У меня нет категории, я вообще ни разу не ездил. В итоге он взял себе мотоцикл, 4 часа там где-то в окраинах покатался, и вперед. Класс. И проехал, потому что первый раз проехал. Так что, ну, если он нас смотрит, мы передаем привет. Ну да, и мы уже поняли, что мы уже третий день, просто ничего не продвигается. И мы уже решили ехать на машине. Там просто ребята написали, что кто в Тихуане, давайте кооперироваться там и так далее. И все, мы сходу как-то... Время было 5 часов вечера. У нас паспорта были еще не отправлены в США вторые. И они говорят, давайте встречаться и так далее. Я говорю, ну, короче, если мы сейчас... А офис ДХЛ до 6 работает. Я говорю, если мы до 6 сейчас успеваем отправить наши паспорта, то окей, мы встречаемся и покупаем... Время даже полшестого было. Да, полшестого было. У нас рядом с домом ДХЛ был. На такси доехали, в общем. Время 17.50. Мы говорим, можно паспорта отправить? Он говорит, да. Все, мы отправляем наши паспорта. И все, и встречаемся с ребятами. Там что-то обсуждаем, рассуждаем. В итоге приезжает нам сначала одна машина. Она мне понравилась, потому что она была слишком какая-то ушатанная, как нам показалось. В итоге нам привезли еще через час ровно такую же, только белую, и не такую покоцанную. Мы ее взяли. Ну и в эту же ночь поехали пробовать на Утай Меса. Нас успешно развернули. Я не ожидала, что это так быстро будет, потому что ты едешь такой, так, все, там, какие-то там приготовления моральные, там, или еще что-то. А потом подъезжаем, и она такая, типа, до свидания. Я такая думаю, все. Я так боялась, так переживала, а тут оказывается, все. Ну и как бы вот после вот этого какой-то страх уже отпустил. Там, когда мы поехали на следующий, то есть на следующая попытка у нас была на следующий день, где-то, наверное, часов пять. И мне все-таки говорит, Лер, типа, попробуй заснуть. А мы с Димой впереди ехали, Дима за рулем, но я как пассажир. Вот. И я даже в какой-то момент, уже подъезжая, опять катаю, я отрубилась, вот прям реально заснула. И потом, когда я уже услышала какой-то разговор у Димы с офицером, там подошла к нам женщина, и Дима и начал говорить, что нам нужно политическое убежище. У них был какой-то диалог, и мы вот подумали, что если бы не подошел бы к ней тогда ее коллега, я думаю, что она бы, может быть, нас, я не знаю, пропустила, просто она от нас отошла, когда она услышала, что нас пятеро в машине. Вот. И она такая, типа, все, goodbye, уезжайте. Трое сзади были спрятаны, и на второй попытке, я вижу, но она вроде вот, по лицу видно, что добрый человек. И она нас уже разворачивает, и я вот разворачиваясь, как бы с ней равняюсь, говорю, типа, мэм, ну там, нас там ограбили мексы, у нас вообще нет денег, как бы, можете, нам нужно политическое убежище, нам нечего делать, прошу пропустить. И она подошла к нам и начала со мной диалог. Разговаривать, да. Вот. И говорит, сколько у вас человек в машине? Я говорю, вот мы с женой, и сзади еще трое. Она говорит, и она мне что-то говорит, но в этот момент вылетает ее начальник суровый, и орет на нас, типа, нечего тут разговаривать, разворачивайтесь, и уезжайте. Вот. И мы уехали. Ну, потому что офицеры тоже люди, и бывает так, что люди прям начинают с ними контактировать. У нас много таких примеров, и офицеры говорят, да, ну ладно, давайте, проезжайте. Потому что, ну, понятное дело, что им прилетит, но они даже по собственной ответственности людей пропускают. Да, 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 я тоже об этом слышал, и решил попробовать просто. Ну, не получилось. Типа, ну ладно. Вот. Поехали, покушали, передохнули, попробовали еще в третий раз на Оттай. Опять неудачно развернули. Повезло, что ни разу не попались там ни на мотоциклисты, которые там любят курировать всех разворачивающихся принимать. Вот. И все, и сходу решили после Оттая сразу пробовать на Сан-Исидро уже. Типа, ну ладно, потеряем машину, ничего страшного. Ну, хоть что-то поменяется из рутин. Хоть что-то поменяется, да, потому что все одно и то же. Да, там сначала одни права, потом другие права, потом таджикские там в одной камере права были. Ну вот, и решили сходу ехать на Сан-Исидро в 3 часа ночи. Это было 11 сентября. И там как-то все максимально просто получилось, потому что там один офицер отвечает где-то за 5 терминалов. А, да, в последнюю попытку на Оттая, когда мы приехали, у них вот эта одна полоса, и тут 3 человека, и тут 3 человека офицеров. Я такая думаю... И пробка. Да, а у нас ребята сзади спрашивают, ну, что ты там не проехал? Я такая говорю, ребят, я говорю, ну, вы бы видели... Ну, они же не видят, естественно, ситуацию, которая происходит. Я такая говорю, да там, я не знаю, вообще как угодно. Ну, там не вариант было проехать, потому что, ну, реально, их 6 человек стоят на одной полосе. Да, самое прикольное, когда люди не видят и думают, что, блин, ну, как-то ты, наверное, затупил, принесло проехать. А там не объяснишь, что там реально невозможно. И все, и вот это мы подъезжаем. Да, очень большой плюс, уже многие об этом говорили. На Сан-Исидро один человек отвечает за несколько ворот, и поэтому там на пупырках никогда нет пробки, и у тебя всегда есть, чтобы проехать. И так и получилось, что я как раз подождал, пока после пупырок будет вообще свободно. Я подъезжаю, естественно, я показываю права, но он стоит в стороне от меня, у меня впереди свободная как бы дорога. Я их вижу, я ему показываю права, он такой говорит, типа, что ты мне показываешь? Я просто даю газку, проезжаю пупырки, он там стучит по машине, и он ко мне подбегает, орет, я не разрешал тебе приезжать, зачем ты это сделал, говорю, ой, извините, я вас не понимал. Он говорит, ой, а сейчас ты меня типа понимаешь. Ну и все, естественно, мы немножко, там сзади вообще суета началась лютая какая-то. Они, ой, что, выходим, выбегаем? Я говорю, там просто началась такая паника у нас в машине. Да, у нас просто все люди еще так, ну, как бы были у нас там осетин, таджик и русский наполовину с азербайджанцем. То есть, знаете, как бы... А как они их нашли? Мы в чате. В чате. У нас многие спрашивают, а как у вас, говорит, в чате копирировать люди? То есть, они спрашивают, а можно вы нам какое-то надеете? Мы никого не копирируем. То есть, мы говорим, что, ребята, мы общаемся с вами, но гарантируя за то, что адекватность этих людей, с которыми мы общаемся, мы вам не можем, да, там. Поэтому мы в это не везаемся. Не, мы поэтому сразу поехали. И Диме сказал, что я, так как у нас, мы заранее планировали на мотоцикле, то я думаю, ну все, вдвоем нам ни с кем кооперироваться не надо, потому что, ну, как-то ситуация сложная, и сложно начать кому-то доверять и с кем-то, как бы, не поругаться. Поэтому я думаю, блин, мотоцикл вдвоем классно. Потом, когда уже мы долгое время находились в Тихуане, еще ничего не делали, тогда уже, как бы, ну, самим становилось некомфортно. И мы, вот, нашли ребят. Я говорю, давай сначала познакомимся, посмотрим, что как, а потом поедем. И мы, как бы, поняли, что все ребята, как бы, адекватные, все нормально, все готовы ехать. Они все сразу решили, что едет Дима за рулем, я рядом. Я такая думаю, ну, вообще, просто красота, все, как мы и хотели. Вот, и поэтому мы, как бы, решили поехать с ними. Единственное, у нас был там вот третью попытку, когда мы собирались ехать. Мы все что-то... Мы с Димой вообще не спали, ребята что-то там легли спать, и все кто-то там проснулся разное время. Но вроде бы конфликта не назревало, просто, как бы, все, как бы, поняли, что все на нервах устали и просто, как бы, не встретились в то время, в которое мы договорились встретиться изначально. Вот. А так, в целом, были, как бы, все нормально, понятные дела. Они там со своим таким горячим темпераментом, и когда уже мы проехали, там, там, а как, а что, а вот это, а вот что он, а вот это, а вот это, и... А у меня просто все. Я не хочу разговаривать ни с кем, а я просто как, давай на все машины. Да, самое смешное, что Лера успокаивала четырех мужиков, которые просто там суетились, пипец, как. Да, да, я такая думаю, так, я говорю, ребята, давайте хоть чуть-чуть помолчим, я говорю, просто придем в себя, чтобы у меня никаких не было эмоций на лице, я не поняла, где, как оказалось, что потом никто не понимает, что они проехали эти пупырки. Не, я понимал, что они проехали пупырки. Я попросил. Не знаю, я вот вообще с кем общалась потом в бордере, вообще никто не понимает, какие пупырки, где они там находятся, ну, типа, проехали и проехали, и все. У нас были подписчики, которые говорили, мы вот этот момент пересечения этих желтых линий, этих пупырок, мы проехали быстро. Но вот сам момент, что ты проезжаешь, и ты едешь так медленно, и тебе кажется, что целая вечность проходит, пока ты их пересекаешь. Говорит, ну, мы понимаем, что прошли там буквально за несколько минут, а вот внутри из-за этого переживания постоянного, такое ощущение, говорит, ну, целый час ты перебираешься эти пупырки. У меня вообще прям, мы просто проскочили, причем вообще тоже, опять же, вот с кем уже сидели в бордере, они там рассказывают, что нам начали по капоту стучать, там тоже что-то это, давайте выходите из машины, наручники, не знаю, у нас просто давайте ваши паспорта, давайте ваши телефоны, а как только мы проехали, вот как только первый нас офицер пропустил, к нам подошел другой офицер и такой нам говорит, типа, не переживайте, все хорошо, вы в безопасности. Это было самое приятное. Да, это было самое приятное, и мы тогда вот уже все, мы расслабились и поняли, что нас уже точно не преследуют никакие мексы, что все наши деньги, все с нами, и что мы уже там, где мы хотели быть. Да, единственное, о чем сразу хочется еще напомнить, пока не забыл, наша ошибка была, вот мы 500 раз считали, что надо перед тем, как и слышали, что перед тем, как заезжать, надо родных предупреждать, что ты заезжаешь. Вот, я брату отправил трансляцию своей геопозиции, а родителям ничего такого. Я написала родителям, что мы вот, когда мы просто первый раз поехали на Тай, я написала, что мы поехали, типа, если пропадем со связи, то все отлично. Вот, и в принципе, родители отслеживали нас, мы вообще, кстати, об этом и думали, но вот, кто пользуется айфонами, не знаю, как андроидами, там мы делились геопозицией. Через локации. Я уже был Илью, когда он переходил, я смотрел, где его телефон, и когда он сидел в бордере, когда он сидел в детеншн-центре, я смотрел, так, пропал телефон, о, появился телефон, ничего себе, включили телефон, выключили телефон, была такая прям игра. Это хорошая, да, действительно тоже, как бы, опять же, какая-то мелочь, возможно, но просто там у кого, там сильно переживательные родители, или там, или еще что-то, то это прям очень хорошая, такая полезная функция, потому что они прям вот, там, получается, на карте прям видно вот эти линии, границы, и что мы уже находимся там, ну, как бы, хоть и рядом, но какая-то безопасность, ну, спокойствие, точнее, родители. Вы знаете, ну, то есть, просто пользуясь случаем, так как полезный совет, которым мы сейчас всем даем, когда вы подъезжаете к границе, то есть у вас там очень короткое время, и тем более в этой суете, как вы сейчас рассказывали, многие не успевают об этом подумать, о том, что надо отчитаться, а у вас времени на то, чтобы выключить телефон, очень мало, и когда подъезжаете к границе, напишите текст заранее, чтобы вам просто было нажать одну кнопку «Отправить», и вы подъезжаете, пересекли, отправили все, и дальше выключили свой телефон. Да, 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 тоже хорошая, полезная. Так, и вас, значит, приняли, повели на регистрацию? Нас приняли, ну, как бы на улице, все у нас обыскали, мы вытащили все шнурки заранее, потому что они нам сказали это сделать, взяли отпечатки пальцев, и ко мне подходит офицер, говорит, вы в каких отношениях, ну, вот, с Лерой, я говорю, жена, у вас есть артифи... ну, этот сертификат свидетельства, вот, я говорю, да, в телефоне, он говорит, окей, вот, и все, и нас оформили, повели, пересчитали все наши деньги, и доллары, все-все-все посчитали, в карман нам положили, и все, и мы разошлись по камерам, там, три часа где-то, мне кажется, заняло все, вся процедура. тоже, вот, не знаю, опять же, для, у меня была, просто кто-то, вот, девочки, они в бордере рассказывали, что у них, допустим, не было возможности переодеться, просто получилось так, что я поехала в шортах, и у меня была кофта, ну, просто вот так вот завязана, как бы кофту я могла одеть, вот, ну, я знала, что будет холодно, у меня были там штаны в рюкзаке, там, приготовленные, и просто не стесняться разговаривать, и о чем-то просить, потому что эти офицеры, они тоже люди, они понимают, в каких условиях там сидят, там, девчонки, и так далее, и я просто попросила ее переодеться, то есть потом уже, когда нас всех записали, все это, когда мы уже внутрь спустились, бордеры, и когда нас хотели там разводить по камерам, я сказала, что, типа, очень холодно, я замерзла, типа, можно я пойду переоденусь, вот, она, конечно, такая, чуть-чуть скривилась, но, типа, и она меня пошла, проводила, я сходила в туалет, переоделась, вот, и, как бы, ушла уже, как бы, спокойно, в теплой одежде, я к тому, чтобы, как бы, там, кто обладает, не обладает английским, без разницы, что если что-то нужно, такое прям жизненно необходимое, потому что это оказалось жизненно необходимым, что не стесняться и просить об этом. Так, дальше вас, я так подозреваю, развелись, значит, по камерам, было ли у вас какое-то интервью, какое-то общение с офицерами? Где-то на вторую ночь, офицер, в три часа ночи где-то, мне кажется, это было, он вызвал меня, Леру, еще одного парня, который вообще был не с нами, на интервью, такое, мини, и мне и Лере, он вручил, в итоге, мини-интервью, там было пять вопросов, буквально домашний адрес в России, номер телефона российский, адрес в России, инстаграм, фейсбуке, логины, и все, еще каких-то два вопроса, я даже не помню, они были несущественные вообще. Как мы потом в конце поняли, мы подписали документы, и как мы поняли, что он даже не понял, что мы муж и жена, потому что мы, когда заполняли документы, ну как бы там Дима сначала отвечал на вопросы, потом я, и когда он меня спрашивает адрес в России, я говорю, что такой же, как у него, и он потом только тогда спрашивает, типа, какие между вами отношения, и мы такие говорим, мы муж и жена, то есть даже, ну как бы, потому что я никого не видела, чтобы выпускали, там подписывают, ну по крайней мере, те, кого я застала, при мне, что их как бы из бордера, именно мужа и жену вызывали вместе, подписывать документы, потому что обычно всех как бы по-разному, ну особенно мужа и жену в разное время вызывали, вот, и все, мы в принципе подписали документы, ничего конкретно про само прям интервью, у нас ничего не спрашивали. У некоторых людей, кто с нами сидели, у них было долгое интервью, кто-то по два, по три часа отсутствовал, у них там по кейсу кто-то спрашивали, у кого-то даже телефоны смотрели, то есть просили. Ну ты, из Бикей читали там все такое. Ну, Вот. а сколько дней вы сидели в бордере? Шесть дней. Шесть полных дней. На седьмой вечером нас выпустили, да, в отель. И нам выдали, да. Много было людей, которые знают ТИБи Кей. Да все практически. Никто, наверное, конкретно не говорил именно ТИБи Кей. Многие это называют чатами. Но я думаю, что все в основном говорят именно про это. Да. Как бы, потому что там же ты сидишь под камерами, и они прослушиваются, то есть все как-то... Все немножко переживают. Все правильно, все правильно, ребята, это очень ценно. Многие об этом забывают. Там две камеры находятся по углам. И одна пишет звук, а другая пишет видео. Это я точно знаю. Да, и поэтому как бы мне рассказывали, там, я вот там в таком-то чате сидела, потому что, естественно, там переживали за себя, там, за других. Вот. но в целом, кстати, в камере все достаточно, ну, видимо, потому что попадают в одни и те же условия, все такие заботливые друг о друге, там, кто-то открыл, у кого-то открылась там ручка, ножка, все так друг друга укрывают. Да, то есть в целом очень сильная моральная поддержка. У меня в один день просто получилось так, что я уже, не знаю, там была старожилой своей камерой, и мы с Димой сначала видели друг друга, у нас были камеры в соседнем, то есть мы могли через зеркало друг друга видеть, и хотя бы там мы показывали там, что они, типа, уходят, а я еще здесь остаюсь, типа, я плачу, типа, это уже, по-моему, четвертый день был, потому что девочки, которые пришли до меня, ой, после меня, их уже начали отпускать, а я там все-таки сижу, вот, и мы на обед видели, кто там на обед ходит, то есть мы знали, что мы здесь, ну, вдвоем, и мне как бы не особо так переживательно было, а вот потом на четвертый день меня уже перевели в другую камеру, и вот там у меня уже начала чуть-чуть ехать крыша, потому что там впереди плакат, который на английском и на испанском, я уже весело выучила, я вообще не вижу, то есть я знаю, что одна партия уехала в детеншн, что завтра уезжает следующая партия, я не знаю, едет ли он с ними или без, у офицеров ничего не узнаешь, потому что они ничего не говорят, вот, но, а при этом, что он меня видел, то есть он видел, как я ходила, то есть он знал, что я здесь, и у меня уже все, короче, у меня начало немножко это, сносить крышу, еще попалось так, что все русские девчонки разъехались, я осталась одна среди армянок, из них, которых там двое человек говорит по-русски, и то на таком, я не знаю, на тот момент у нас было человек 17, вот, девчонок, и потом, вот, потом запустили еще русских, я уже, в принципе, так чуть подрасслабилась, и когда уже настал седьмой день, я понимаю, что все, но сегодня, если сегодня ничего не произойдет, то я, наверное, просто иду с ума. Сейчас, подожди, сейчас, секунду, у меня в камере за, ну, вот, за вот эти шесть дней два раза полностью сменился состав, то есть у меня единственного из моей камеры никаких движений не было, и когда, вот, мы, кстати, проходили интервью, у этого офицера, мини-интервью в три ночи на второй день, я у него спрашиваю, мы едем в детеншн, он говорит, нет, вы не едете в детеншн, это странно, рассказал парням в камере об этом, они говорят, ой, да это все, ну, типа вранье, я и сам не поверил, что он. Да, мы тоже такие, думаем, да не, не может быть, типа, что. Он говорит, вас скоро выпустят, вот, нам на интервью, говорит, вас скоро отпустят на свободу, и я думаю, а когда, он говорит, я не знаю когда, но скоро. Ну, окей. Потом я этого офицера выловил где-то дня через два, и говорю, ну, офицер, вы говорили, что нас скоро отпустят, нас до сих пор не отпустили, типа, мы в детеншн все-таки едем, а он говорит, нет, я же вам говорил, вы в детеншн не едете, ни ты, ни твоя жена, вы в детеншн не едете. Я думаю, ну, ладно, странно, конечно, но все равно не верю. И в итоге, все, я уже, ну, на шестой день это было уже такое какое-то отчаяние, наверное, опустошение, уже пофигу, типа, шесть дней здесь сидишь со светом, ну, ладно, еще считаю черточки, кто сколько сидел на стенах, там черточки отмечают, я думаю, о, там 17 дней у кого-то, думаю, ну, ладно, если 17, то уже 17, уже пофигу. А самое, что плохое, что не дают позвонить даже поручителю, я говорю, дайте я просто позвоню, чтобы родители, никто не нервничал там за нас, чтобы поручитель, мой брат позвонил родителю, он сказал, что все хорошо. Кстати, выяснилось потом, что поручителю даже не звонили. Да. В итоге, спустя шесть дней, приходит офицер, говорит, Дмитрий, вот, я даже не поверил, потому что в камере был еще один Дмитрий, я думаю, ну, наверное, как всегда, не меня вызывают, вот, потом он сказал фамилию Нестеров, я думаю, о, ничего себе, и все, я выхожу, нас выпускают в холл, я смотрю, там Лера сидит, я в шоке, просто я понимаю, что походу нас отпускают, это было просто какое-то нереальное счастье, на самом деле, мне кажется, я таких положительных эмоций еще никогда в жизни не испытывал, как в этот момент. В итоге нам выдали телефоны, точнее, зарегистрировали на нас телефоны, отправили обратно в камеру, пока вели, я спросил, а через сколько нас выпустят? Он говорит, ну, в течение 30 минут. Не знаю, мне кажется, что он все равно сказал, что я просто по статистике всех, кто ехал в отель, отпускали после пяти вечера, и мне показалось, что он сказал, что типа через 30 минут после ужина. Ну, ладно, короче, прошло часа три, и нас с женами пришли, и все, и мы поехали в отель. Да, я вот еще хочу сказать по поводу вот в камере того, что вот опять же, вот чтобы люди не стеснялись спросить того, чего вам нужно. Опять же, вот какой-то статистике, кого куда отправляют, это вот, ну, как-то, может быть, снаружи поддается, но точно не поддается внутри, потому что ты переживаешь все-таки эмоции как-то кого-то туда, кого-то туда. Вот мы были очень удивлены, что семейную пару, ее с детьми отпустили, а мужа оставили в бордере, и она такая говорит, я буду сидеть, его здесь ждать. Я говорю, не, не, я говорю, поехали отсюда, я говорю, мало ли что, я говорю, лучше уехать. И вот у нас тоже были девочки, не знаю, которые, видимо, может быть, ну, не думали, что в камере будет настолько холодно, и я просила, чтобы их выпускали, короче, к своему багажу, и их отпускали к своему багажу, чтобы они брали кофты, носки там, переодевались, вот, и к тому, чтобы не стеснялись там просить, кто-то там вот таблетки, ну, к таблеткам у них, конечно, такое, кто-то, допустим, опять же, от человека зависит, там говорили, что, а какую вам таблетку, то есть там чуть ли не предлагали, а другие, на, типа, ешь, вот, какую я тебе даю, и вообще там, типа, таблетки нельзя пить, от головной боли лучше поспать, вот, а как поспать, если у тебя там каждое, какое-то время там просыпаетесь, то проверки, то там еще что-то, в общем, в целом, если разговаривать, и улыбаться, как это, любят американцы, да, то в целом, все должно пройти хорошо, я не думаю, конечно, что улыбка спасла нас от детеншина, но, но большинство, почему, а большинство одиночек, сейчас, а большинство одиночек уезжает от детеншин, правильно? Да, и все, кто с нами в машине были в одной, ребята до сих пор сидят в детеншине, то есть мы ровно месяц назад заехали, до сих пор от них вестей нет, хотя у нас общая группа есть, и никто не заходил в телеграм вот с того дня, то есть, по-любому они еще сидят в детеншине, и при мне их увозили, меня нет, но они их увезли, по-моему, на третий или на четвертый день, когда мы были в портдере, да, но шанс, что одиночки выходят, он все же есть, потому что не вы одни в их вышли, очень много одиночек выскакивает, на самом деле. есть была пара, вот, причем они белорусы, была пара, которую девушку отпустили в отель, ее мужа повезли в детеншин, был парень-одиночка, но он, по-моему, не в вашей камере сидел, это просто, вот, девочки мне говорили, вот, с кем я сидела, это их парень, что его одного отпустили в отель, без детеншина, и таких случаев, как бы, достаточно много, абсолютно, там не всех отправляют, и опять же, просто, ну, как бы, мы не можем сказать, по каким признакам, то есть, как это так, вот, возможно, это зависит, не знаю, может быть, от офицера, от самого, не знаю. Одному бедолаге сказали, что он завтра едет в отель, одиночка, мужик, без жены, а по факту, на свеженье ему сказали, сорян, мы там немножко переиграли, в итоге ты едешь в детеншин. А, так часто делают, да, да. Это рывание полнейшее. Демотивация сразу человек. Да, нет. Было несколько таких выходных, два выходных, когда просто бордеры выпускали. У меня просто ребята, мы с ними общаемся, то есть, они заезжают, ну, как одиночки, понимаете, то есть, мы, грубо говоря, там, вам пятница, они пишут мне в понедельник, а мы вышли. Я говорю, подожди, как вы вышли? Они говорят, ну, нас выгрузили, всех просто, просто процент 90 выгрузили из бордера, одиночек тоже, и в отель отправили. Мы, просто сами не поняли, два дня, и мы вышли на одиночки. Но поняли, что это пока не практика, то есть, есть какие-то такие поставления, сейчас происходят они реально, и по поводу того, что отдают документы кому-то там, и еще что-то. Да, вот это мы тоже видели, что отдавали документы. А вам отдали? Нет. Забрали все, да? Отдали форму А1-94. Только паспорта у нас забрали, ну, вот, загранники. А права, русских паспорта, а, или русских у нас auch не было. Ну, короче, у нас было по двое прав еще, вот. Права оставили нам, как бы. Они портфели наши не смотрели, вообще ничего не смотрели, С двумя портфелями не смотрели вообще даже. Мы были с двумя портфелями еще с сумкой с камерой, и они вообще ничего не смотрели, я же все боялась там перевозить там ноутбук или нет, потому что слышала, что типа там забирают, но такая думаю, нет, лучше при мне заберут его, чем мы его отправим в кресло, и кто-нибудь его там найдет, вот, поэтому мы решили все взять с собой, и в принципе не пожалели, единственное, о чем вот мы пожалели, что мы, хотя может быть, если бы мы взяли бы лекарство, вот, просто мы хотели взять лекарство, и там, когда заезжаешь, тебя как бы, ну, мне кажется, что все это, скорее всего, металлоискатель, то есть ты проезжаешь, как бы, металлоискатель большой такой, вот, не думаю, что это прям сканер, не знаю, ну, в общем, мы не взяли с собой лекарства, и, возможно, поэтому у нас их и не забрали, хотя, в принципе, можно попробовать взять, если там кто-то, кому-то там супер что-то важное. А какие формы вам дали? Как она, 200, не 220, а 869, и, ну, и i94 мы сами уже потом из интернета скачали. А, то есть скачали, на сервере он был, да, то есть на сайте спокойно она была размещена. А полная форма i94, полный лист, или бы маленькое такое окошко с этим? Ну, такое, маленькое, наверное, там имя, фамилия, какие-то цифры там, и все. Номер документа, и дата, ну, наш статус, как он там, ДТ-90, нет, не помню, как ДТ, по-моему, да, статус? Да, 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 все правильно. Просто многие пугаются, есть две формы i94, есть полный бланк, там прям целая страница такая, а есть вот где маленькое окошко, и многие думают, что вот это маленькое, где маленькое окошко, это какая-то обрезанная форма i94. На самом деле, и та форма, и та форма, она имеет одинаковое действие, да, просто оно по-разному выглядит. Так мы уже покупали по этой форме. Да, мы как только из отеля вышли. Как вы покупали билеты? То есть вот у вас форма i94, вы пришли в аэропорт и говорите, нам нужны билеты. Что у вас, вот показали эти формы, и вам что, говорят, окей? Ну, то есть как у вас приходило общение? Там было такое дело, что поручитель, это мой родной брат, он как раз в те даты, когда мы уже вышли из Бордера, у него уже ранее были куплены билеты в Лас-Вегас. И он нам говорит, прилетайте в Лас-Вегас, по-моему, отличное место, чтобы встретиться. Купил нам билеты, там даже паспортные данные не надо вводить, просто фамилию и имя. И мы пришли без паспортов, потому что паспорта были у брата наши. Мы пришли просто с форума i94. И еще формы дали, которые нам, ну, еще показали формы, которые нам дали в детеншине. Ой, в детеншине, в бордере. В бордере. Вторая. Вот. Мы их показали. Она нам без проблем зарегистрировала нас на рейс, билеты куплены были братом. Она зарегистрировала нас на рейс, мы проходим досмотр, вот на досмотре будет проверка минут 30 полностью. Все проверяют, там, все карманы, все сумки. То есть, ну, для нас была отдельная очередь, да. И, ну, как бы, естественно, там ремни, кроссовки, там все такое снимаешь. Но они потом еще открывают рюкзак и какие-то швы или что-то вот проводят какой-то бумажкой, может быть. И потом эту бумажку где-то сканируют. Вот. В общем, там, кто собирается лететь, там, без паспортов, ай-94, это не проблема вообще. Это не проблема, возможно, да. И просто пораньше приезжать в аэропорт. Мы единственное, ну, не то, что мы, я, наверное, опять же, переживала за эти телефоны, которые нам дали. Потому что, естественно, нам в Бордере особую инструкцию не рассказали. Нам просто сказали, вот, фотографируйтесь каждый вторник, там, с 10 до 12, а потом оказывается, что мы там сфотографировались. А там чекин в определенное время, и нужно было еще раз, короче, делать. И у нас как раз-таки этот чекин выпадал на тот момент, когда мы были в Вегасе. То есть мы находимся в другом штате, и мы переживали, что вдруг что-то случится, кто-то у нас на что-то искать, или еще что-то. Но мы, опять же, никакой инструкции, что мы должны находиться именно в этом чате, ой, в этом штате. В штате. Да, да, да. Нам никто ничего не говорил, поэтому мы думаем, ну, ладно, как бы. Главное, что мы здесь сфотографировались, и просто, что мы находимся на территории США. Мы сфотографировались, и все, на неделю он просто... Ну, мы потом уже через два или три дня приехали вот в Калифорнию. Уже по паспортам, кстати. Уже по паспортам, да. Мы уже взяли билеты на наши паспорта. Да, и просто прошли как обычные люди, а не в отдельной для иммигрантов колонке. И, в принципе, все. То есть у нас было такое маленькое путешествие, никаких проблем, ничего. Все вообще было нормально, как бы и документы, и все такое. Сколько денег потратили нам, так сказать, от дома, от порога до границы? Ну, после границы бессмысленно спрашиваешь, а вот до границы сколько денег ушло на двоих? Вот я вчера прям посчитала, прям ровно копеечка в копеечку. Сейчас, можно ли? 600 секунды, я прям не помню. Это просто, это уже дилетная была или нет? Вот опять же, смотри, у нее был список. То есть она все везет. У нее даже бюджет посчитан копеечка в копеечку. И чем ты занимаешься в семье, скажи мне? Я просто кайфую. Тебе очень повезло с женой. Да, я знаю. Ой, спасибо. Сейчас я вам скажу. Так, сейчас бухгалтер выдаст нам сумму. Так, ну вот, я посчитала, что все. И прям вот со всеми отдыхами, где мы там были, и что мы делали. И экскурсии. И экскурсии, да. Все такое мы потратили 660 тысяч. Получается, там 11 тысяч долларов. Ну, это просто, мы как такие, ну... Ну, мы не экономили, в общем, там не ужимались. Мы не экономили, да, в плане какого-то отдыха. Потому что изначально у нас был запланирован отдых. И мы, ну, как бы ехали отдыхать и заряжаться эмоциями. Вот, на много чем-то можно было сэкономить. И как минимум там на каком-то отдыхе. Но, не знаю, ну, естественно, половина расходов у нас заняли, это билеты. У нас билеты там 269 тысяч заняли. Билеты купили, кстати, на авиасейлс, возвратные покупали. Но, когда я пытался вернуть, авиасейлс сказал, что 20 тысяч рублей только нам вернут, остальное удержит туркиш. Мы купили, ну, там на авиасейлс есть услуга, что, типа, билеты будут возвратные. В итоге эта услуга там стоила 18 тысяч. И по факту, когда мы начали, ну, возвращать билеты, они такие говорят, мы вам вернем 20 тысяч. Но, по сути, грубо говоря, стоимость этой услуги. Они готовы были нам вернуть, да. И потом уже получилось так, что мы попали в бордер. И наш самолет уже улетел в Стамбул, и поэтому... Да, и уже мы не стали как бы с этим заморачиваться, вот. Но вот слышали, что кто покупал через туркиш, и те возвращали, возможно... Ну, у нас не было карт других там банков и так далее. Вот. И мы купили просто через авиасейлс. На самом деле сейчас туркиш делают очень так хитро. Я сейчас тоже многим об этом говорю. Когда вы покупаете билеты туда-обратно, ну, то есть с одним заказом, для туркиш это плюс. Ну, то есть они к этому меньше вопросов задают, когда вы сразу купили туда-обратно, чем когда вы берете туда-отдельный и обратно-отдельный. Почему? Потому что когда вы берете отдельный билет, да, там стоимость у него такая, там, грубо говоря, не знаю, сколько, на 10 тысяч рублей. И вы его можете как-то вернуть, там, в какое-то процентное соотношение. А вот когда вы берете туда и обратно, туркиши перестраховываются. Они понимают то, что очень много народа эмигрирует, очень много народа уезжает, не возвращается. И они делают как? Они говорят, окей, то есть мы понимаем, что толпа народа уезжает, вот вам билет, там, вот 80% стоимость этого билета, то есть заказа, это вот туда, а 20% стоимость заказа – это обратно, и возвращайте сколько хотите. То есть, грубо говоря, вы там возвращаете свои 20 тысяч рублей, это просто маленький, который возврат на билет, вам это вернуть. То есть они свои риски покрывают этими стоимостями. Да, да, да. Билеты туда. Хорошо. Где вы планируете осесть? В каком городе? Ну, мы сейчас в Сан-Мотео живем. Мы уже сняли жилье. Собственно, сейчас записываем стримы с нашего мини-домика. Ну, что это? Мне кажется, что нам, опять же, очень сильно повезло, потому что мы нашли квартиру эту где-то за неделю, без всяких скоров там и так далее, 1700 долларов, включая коммуналку и Wi-Fi. Wi-Fi, правда, немножко не работает, но мы попросим хозяйку, чтобы она пододвинула поближе. Хозяйка живет в соседнем доме в Большом. У нас хозяйку зовут Америка. Да, и хозяйку зовут Америка, она мексиканка тоже. Да, да, да. И депозит у нас 500 долларов, и 1700 долларов в месяц оплата жилья. Это студия с кухонкой, с ванной, с туалетом, как бы со всем. И мы живем как бы одни в своем помещении. У нас отдельный вход, да. Мы, опять же, это была первая женщина... Нет, ну, наверное, не первая, но первый реальный человек, который нам откликнулся, что да, типа приезжайте, посмотрите, потому что мы... Не знаю, может быть, из-за того, что мы в России работали в продажах, и мы такие, а, поехали по апартам, короче, с кем-нибудь договоримся, короче, точно повезет. И мы ездили вот два дня, мы ездили прям по апартам, смотрели, что как. Но сразу нам говорили, что типа кредитную историю... Без подтверждения доходов там. Да, подтверждение дохода, не вариант, вот. Вот, и потом пришли там в один тоже апарт, который нам понравился, но там, в принципе, просто не было места. Она там пыталась как-то нам помочь, но везде кредит с кортом или еще что-то. Вот, и потом нашли вот Америку, пришли к ней в гости. Не знаю, может быть, они так же когда-то... Вот, она правда сказала, что она уже 30 лет в Америке живет. Может быть, они там когда-то переходили или знают там о переходе. Она как бы вот приняла нас. Ну, класс, класс. Здорово, здорово, классно. А кем планируете быть, с кем работать будете? Ну, наверное, очень я сейчас всех удивлю, но я, например, на мувинге работаю. Да что ты, ничего себе! Вот ты у нас первый человек-то на мувинге работает, молодец. А жена, наверное, бухгалтер. Нет, нет, ну, я вот как раз-таки снимаю сейчас на YouTube. Потом хочу попробовать... Я была в России фитнес-тренером, потому что, опять же, смотрю во всех адаптационных каких-то чатах и так далее, что все здесь только вареники лепят за деньги. Но никто не тренируется, по крайней мере, в нашем районе. Вот хочу попробовать собрать фитнес-тренеру и тренировать девчонок. Класс, класс. Девчонки, чтобы попки были орехом, надо обращаться вот к этой мадаме. Поэтому давай... Ты, кстати говоря, когда замутишь свое-то дело, ты ссылку... Ты же будешь как-то на YouTube все это делать или на какой-то платформе? Нет, я буду... Я не знаю насчет конкретно курсов. Я думаю, что я просто буду собирать именно онлайн, вживую. Так, отлично. В таком случае мы в личку ждем твои вот эти ссылочки, куда, может быть, я порекламирую, чтобы девчонки, так сказать... Потому что я вам честно скажу, американцы толстые, девчонки некрасивые. Поэтому вот надежда на женскую нацию, так сказать, чтобы тут все были красивые. Поэтому ссылку мы обязательно в будущем оставим нам у нас. Все, договорились. Спасибо, ребят, что вы пришли. Вы просто красавцы. Вы реально позитивные люди. У вас все будет хорошо. Потому что, поверьте мне, я людей уже много вижу. Много уже вижу, как они адаптируются. Вот с таким настроением, с таким посылом, вот все будет у вас нормально. Вот поэтому у вас не дорога прошла хорошо, потому что многие уедут такие... А вот когда вот все на лайте, на таком позитиве, на строе, у них все всегда получается. Вы огромные отцы. Удачи вам. Спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Да, да, точно. Взаимно, ребят. Спасибо большое. Спасибо. Ну а ссылку на этих прекрасных людей, я еще раз повторяю, мы оставим у нас в комментариях. Большие молодцы.